Ребята всем привет добро пожаловать на канал скажите пожалуйста что приходит вам на ум когда вы слышите слово мустанг табун лошадей диких да или там автомобиль но в данном случае речь пойдет о самолете а именно о p51 модификации d5 давайте посмотрим на него поближе посмотрите этот самолет был получен в ходе приобретения с помощью золотой заявочки вот соответствующая иконочка здесь отображается что здесь примечательно так здесь вооружение посмотрите 2 500 фунтовых бомб каждая бомба весит практически почти 250 килограмм это обалдеть и 6 пулеметов браунинга хотя в интернете я такую связку не нашел не находил там и говорилось что он либо такие мощные бомбы и 4 пулемета ну либо 6 пулеметов ну да ладно улиткам то виднее в ветке прокачки существует его брат-близнец так сказать да точно такая же модификация давайте сравним их наглядно более наглядно сравним вот смотрите самолеты перед вами и они абсолютно ничем не отличаются по вооружению что у того что у другого 2 500 фунтовки и 6 пулеметов браунинга калибра 12 7 однако полетным характеристикам от отличаются у обычной версии скорость больше однако меньше скороподъемность а также меньшее время полного оборота но как обычно на практике зачастую получается в это никак не почувствуете если прокачаете обычный самолет в полностью в топ то его характеристики будут гораздо лучше чем у его золотозаявочной версии ну что ребята я за штурвалом самолета p51 d5 мустанг уже по традиции посмотрим на приборную панель давайте скорость набирается высота нам не надо высоту набирать смотрите как тут как тут все есть вид вперед и обзорчик из кокпита посмотрите просто шикарный просто охрененный просто обзор охрененный на 360 градусов ну и и и и и и и Продолжение следует... 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 Давайте подведем итог, ребят Самолет неплох, самолет прям таки неплох Что из плюсов? Это его обзор Верхняя полусфера осматривается на 360 градусов У него высокая скорость Но на больших высотах На больших высотах при большой скорости он может маневрировать Если бой спускается ниже километра Он теряет свою энергию Он превращается в бревно И его может перекрутить любой самолет Поэтому играть на нем надо Либо на проходах, либо как штурмовик И сразу уходить в небо Надо набирать высоту, набирать энергию Иначе вас перекрутят Но как показывает практика Ребят, в игре, что в War Thunder, что в Enlisted Бои происходят на высоте до километра Нету здесь каких-то высотных боев Ну вот, как-то вот не получается Поэтому, поэтому имейте это в виду А так, в принципе, самолет достойный И может занять не последнее место в вашей коллекции Да и в сетапе тоже пригодится На этом все, пацаны Прощаемся Всего хорошего До свидания Субтитры создавал DimaTorzok